Владимир Путин принял грандиозный международный военный парад на просторах Восточной Сибири. Президент России считает, что подписание мирного договора с Японией может состояться еще до конца текущего года. Китайский лидер Си Цзиньпин и премьер-министр Японии Синзо Абе обсудили перспективы двусторонних отношений между своими странами. В КНДР делают ставку на колхозы. Владимир Путин лично поздравил военнослужащих трех союзных держав – Россия, Китай и Монголия – с окончанием первой части беспрецедентно масштабных учений, которые проходят в районе Восточной Сибири. 13 сентября российский лидер прибыл в расположение частей международного воинского контингента на полигон Цугол, где его ждали несколько тысяч военнослужащих и десятки единиц боевой наземной и воздушной техники. Вдали от кремлевских стен, на необъятном пространстве, окаймленном в туманной осенней дынке дальневосточными сопками, президент России провел смотр войск, только что окончивших очередной этап совместных учений. В своей речи, обращенной к трем армиям, российский лидер подчеркнул, что наша страна никому не желает зла, но защищать мир и спокойствие граждан – святой долг солдата. Международные эксперты отметили, что маневры, подобных которым не было за всю послевоенную историю СССР и России, совпали с периодом эпохального ухудшения отношений с Западным Блоком. Маневры продлятся до 17 сентября. Войска работают в сверхсложной обстановке, максимально приближенной к боевой, сразу на пяти общевойсковых полигонах. Кроме того, задействованы четыре профильных полигона ПВО и ВВС России. В учениях принимают также участие и 80 боевых кораблей и кораблей обеспечения Тихоокеанского флота, отрабатывающих взаимодействие с союзниками при работе по мишеням в акватории Охотского, Японского и Берингово морей. Владимир Путин выступил на Восточном экономическом форуме совместно с премьером министром Японии Синзо Абе. Заявление обоих лидеров было сделано в Большом зале центрального здания университетского кампуса на острове Русский, в стенах которого проходил Восточный экономический форум. В дружеской атмосфере этого ежегодного съезда политиков, интеллектуалов, бизнесменов и экспертов состоялось пленарное заседание «Дальний Восток», расширяя границы возможностей. Непередаваемый дух исторической встречи вылился в живой обмен мнениями между двумя политиками первой величины. Синзо Абе поделился с аудиторией своей позицией. Он считает, что отсутствие мирного договора между двумя суверенными субъектами – явление совершенно ненормальное. Чуть позже Владимир Путин призвал главу Японского кабинета министров покончить с этой аномалией еще до конца текущего года и подписать договор без всяких предварительных условий. Присутствующие на форуме журналисты телеканала «Большая Азия» отметили, что обоюдная инициатива в Верхах может явиться достойным результатом проходящего ныне Перекрестного года России и Японии. Напомним также, что еще в 2016 году в ходе двухдневного визита российского лидера в Японию был подписан договор о совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах. Кроме того, Синзо Абе заявил в рамках того же пленарного заседания, что намеревается провести переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Если такая встреча состоится, то на Дальнем Востоке появится новый экономический и политический альянс Северной и Южной Кореи, России, Китая и Японии, что существенно ослабит влияние США на весь Тихоокеанский фасад Азии. Си Цзиньпин и Синзо Абе провели переговоры на полях Восточного экономического форума, который проходил с 11 по 13 сентября на острове Русские во Владивостоке. Цель встречи – поиск путей разрешения международных противоречий между двумя странами и выработка предложений по дальнейшей экономической кооперации двух азиатских тяжеловесов. Высокие стороны также обсудили проблему поддержания режима международной безопасности и стабильности в регионе. В ходе прошедшей встречи Си Цзиньпин выразил японскому политику соболезнования в связи с гибелью людей по вине стихии – тайфуна Джеби, причинившего значительный ущерб и повлекшего с собой жертвы в западных регионах страны Восходящего Солнца – Кансая и Хоккайдо. В ходе своего обращения к японскому коллеге Си Цзиньпин отметил, что обе страны встали на путь взаимного сближения. По его словам, им теперь предстоит пройти к каждому до середины моста, чтобы сблизиться, исходя из взаимных интересов. Он призвал Синзуабе к выработке правильного подхода к некоторым деликатным моментам совместной истории двух государств, а также к болезненной для КНР проблеме статуса Тайваня. В ответном слове японский премьер подчеркнул, что Токио также стремится к сближению с Пекином. Кроме того, инициатива «Один пояс, один путь» предоставляет обеим сторонам новый формат для углубления взаимовыгодного сотрудничества. В городе Садонг, расположенном неподалеку от Пхеньяна, построены колоссальные агрокомплексы. Их цель – накормить овощами жители северкорейской столицы. Вообще все корейцы, будь они из Республики Корея или КНР, заядлые огородники, способные выращивать несколько десятков видов той же капусты для традиционного блюда кимчи. В этой области руководство КНР по-прежнему держится за коллективный метод обработки полей и грядок. В Садонге все поставлено на широкую ногу. Несколько, буквально километровой длины теплиц управляются отдельными кооперативами, которые постоянно борются за первое место на доске почета. «Мы последовательно внедряем новые технологии в области земледелия. Когда что-то появляется на соседних фермах, то и мы пытаемся познакомиться поближе с инновацией и прикидываем, как увеличить отдачу с полей». Ферма словёт образцово-показательной. Её не раз посещали лидеры КНР, включая и здравствующего ныне Ким Чен Ына. Работники агрокомплекса проживают поблизости от своих делянок в благоустроенном посёлке, в котором дома оборудованы по последнему слову жилищно-коммунального северокорейского прогресса, включая энергосберегающие технологии. Юлия Глазкова, Виктор Сухотин, Александр Артамонов. Новости Большой Азии. Все новости Большой Азии смотрите и читайте на нашем сайте.